Всем привет! Меня зовут Сокол и это... Ммм... А что же это? Знаете, я тут сидел и думал, а что если мне начать делать видеоролики? Ну, что-то типа видеоблога. О боже мой! Да всем насрать! Сегодня ведь все, кому не лень, составляют разные рейтинги. Это может быть рейтинг самых комментируемых, набравших больше всех лайков, больше всех просмотров в ютюбе. Ну или же там будут котики. Да-да, как же без них. Я тоже буду составлять топ. Только топ худших. Это может быть что угодно. Топ худших песен, топ худших знаменитостей, топ худших ролей Адама Сэндлера. Ну или же там будут котики. Но в основном, конечно же, это будет связано с кино. Я жду от этого видео многого, как и создатели фильмов, которые будут в этом рейтинге ждали от своих творений. Итак, сегодня топ 5 худших фильмов за 2012 год, которые не оправдали своих ожиданий. Меня зовут Сокол и это топ худших. Пятое место. Трейлер нам много обещал. Будет интересно. Будет весело. Вспомнить все. Вообще, создание нового фильма по повести Филиппа Дика еще можно было бы как-то оправдать. Но здесь создатели сделали фильм не по мотивам повести, а по мотивам доброго старого кино с Арни. Только здесь нет Марса. Только здесь нет Арни. Только здесь нет смысла. В героя данного фильма совершенно не влюбляешься, хоть его и играет Колин Фаррелл. А следовательно, и не переживаешь за него. А следовательно, на сценах экшена зеваешь. Хотя в фильме полно хорошего экшена, но его настолько много и он такой однообразный, что охота достать телефон и запустить пару птичек в свинюшек. И еще спасибо дизайнерам, которые создали такой замечательный мир будущего. Правда? Но блин. Все же. Должно было быть круче. Сюжет должен быть интересней. Это же вспомнить все с железным Дагласом Куэйдом. То есть... Мы же живем в эпоху Нолана. Где вообще что-то умное в этом кино? Где драма потерянных воспоминаний? Где детали? Где интрига? Нет. Мы напихаем побольше экшена. Даешь файтинг и компьютерных спецэффектов. И шлюху с тремя сиськами. Тебе чего-то не хватает. Может быть этого? Жалеешь, что у тебя не три руки? Один сосок. Два соска. Три сосок. Блин, не, я сматываюсь. От этого фильма мы явно ждали большего. Хотя экшен действительно хорош. Генеральная полиция! Это какая-то ошибка. Я просто клиент. О, господи. Четвертое место. Мрак карнавальных костюмов. Готичный антураж. Любовь к монструозным созданиям. И Джонни Деппу. Вот что такое Тим Бёртон. Все мы его любим за его милые картины из потустороннего мира. Ну, кроме, может быть, Алисы в стране чудес. И кроме этого фильма. Мрачные тени. Ах, как мы их ждали. Наконец-то Тим Бёртон снимет фильм в своем собственном стиле. Без диснеевских боссов, которые диктовали свою волю, должно что-то получиться. А нет. Получились мрачные тени, сделанные по сериалу 60-70-х годов. Откровенно скучная картина, вымученный юмор и клишированный сюжет с надуманными проблемами. Почти все скомканно, перемешано и не смешно. В целом, от фильма не тошнит. Тим Бёртон отлично создал атмосферу 70-х, хороша музыка, проскальзывали хорошие шутки. Но разве этого мы ждали от дуэта Бёртон Депп? В зале люди откровенно зевали, потому что скучные диалоги, скучный юмор. Скучный сценарий, становится понятно, что у Бёртона явно кризис идей. И 150 миллионов бюджета, половина из которых пошла на гонорары, это чересчур для такого кино. Хочется сказать, ребята, имейте совесть, вы уже просто откровенно наживаетесь на нас, поклонниках вашего таланта. Третье место. Блин, вы помните, каким был фильм «Пиранни 3D»? Весёлым кровавым трэшем, в котором было много сисек и чёрного юмора. Он заработал в прокате втрое больше своего бюджета. И что мы имеем теперь? «Пиранни 3D»? Во-первых, почему 2D? Потому что это размер бюстгальтеров по американскому стандарту. Это вроде бы пятый размер или больше. То есть, д-д-д-д-дыньки! Это характеризует весь фильм. Этим можно и закончить. Нет, серьёзно, это такое говно, какое ещё поискать надо. Если первый фильм был настолько плох, что был хорош, то этот фильм настолько плох, что плох, что хуже некуда. Да, он просто ужасен. И нет смысла обсасывать его сюжетные ходы. Хотя... Нет смысла. Много людей, которым понравился первый фильм, ждали того же от второго. А нет, выкусите! Зачем вообще его сняли? Для второго фильма даже бюджета нормального не выделили. Всего 5 миллионов долларов против 25, что были у первого. Видимо, знали, какое говно должно получиться. Во-первых, я не спасатель. И никогда им не было. Во-вторых, здесь, как в джунглях, выживает сильнейший. Второе место! Это был один из первых 200-миллионных блокбастеров лет 2012 года. «Морской бой». Здесь играет новоприбывший экшен-герой Тейлор Китч, а режиссером здесь выступает Питер Берг, автор Хэнкока. Там еще Лиэм Нисом засветился, но его роль была недолгой. Хотя по трейлеру можно было сказать, что Лиэм Нисом там играет чуть ли не главную роль. Фильм еще на стадии рекламы говорил нам, что у истоков его стоят те же люди, что создали «Трансформеры». Компания «Хасбро». И там будет замес покруче, чем у Майкла Бэя. Вся фишка в том, что фильм снят по игре не самый впечатляющий. «Б-9 ранил? Б-10? Ха-ха!» Казалось бы, что может быть глупее, но... На землю нападают пришельцы, бла-бла-бла и вся пижня. «Так вы больше не вставляете анальный зонт?» «Нет, такого мы уже не делаем». «Ясно, ясно. А зонт у вас еще остался?» В общем, теперь от них надо отбиваться, используя тетрадку и ручку. Ну, то есть ракетницу и интерактивную карту. На самом деле, фильм не так уж и плох. Я лично нашел в нем пару шикарных моментов, за которые мне лично не было жалко денег, потраченных на билет в кино. Повторюсь, это мое личное мнение. Но прибыль он, к сожалению, принести не сумел, потому что дико расстроил тех, кто его ждал. Чрезмерной пафосностью, глупым сюжетом и безумно дорогой рекламой военно-морских сил США. Поднять его на борт и на дону! Быстрее, стойка! Радар вышел из строя, сэр! Первое место. И снова Тейлор Китч. Везло парню на провальные блокбастеры в этом году. Фильм корпорации Disney под названием Джон Картер или Тарзан на Марсе. Шучу, конечно. Просто Джон Картер. А вот эти три слова Тарзан на Марсе прекрасно характеризуют это кино. Фильм снят по старинному роману Эдгара Райза Бироуза «Принцесса Марса». Он также является автором книги о человеке-обезьяне. И вот получайте то, чем вдохновлялись Джордж Лукас, Джеймс Кэмерон и многие, кто бессовестно стащил фантастические идеи Бироуза. Неудивительно, что фильм похож сразу на кучу других картин в этом жанре. Тут вам и Звездные войны, и Принц Персии, и Аватар, и Планета обезьян, и Тор, и еще чего-то. Получился такой реверсивный плагиат. То есть все фишки вышеупомянутых фильмов были придуманы именно Бироузом почти сто лет назад. Задолго до того, как Лукас взялся за световой меч, а Кэмерон за 3D-камеру. Но беда в том, что фильм этот увидел свет с лицом, слишком поздно, когда зрителей уже не удивишь битвы с двумя большими марсианскими гориллами. Хотя кино и неплохое, и вполне себе смотрибельное. Спецэффекты прекрасны, экшен впечатляет, но слабая актерская игра, наивность сюжета и вторичность этой картины не дают снискать славу среди зрителя. А ведь он стоил 250 миллионов. Какой грандиозный треск раздался, когда фильм провалился в прокате, едва окупив заявленный производственный бюджет, но не сумев принести прибыль. Компания Disney, кстати, признала свой провал. Только представьте, сколько это денег. И это первое место. Потому что Disney ответил на вопрос, как потратить 250 миллионов долларов, не считая затрат на рекламу так, чтобы детям было стыдно за их родителей. Итак, это был топ 5 худших фильмов, не оправдавших ожидания. С вами был Сокол. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну или вы можете поделиться своим личным рейтингом не оправдавших ожидания фильмов в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok